Здравствуйте, мои дорогие братья и сестры. Очень часто молодые люди среднего возраста или уже более зрелого задают мне такой вопрос. Как избавиться от рукоблудия? Эта тема очень волнует мужчин и женщин, которые не имеют постоянного партнера. И так как не имеют жены или мужа, они часто соблазняются и грешат этим грехом рукоблудия. А как мы знаем из Священного Писания, блудники Царствия Небесного не наследуют. Все блудники и прелюбодеи, которые прелюбодействуют своей рукой, наследуют только озеро Огненное. Ну что хотел бы я ответить вам в согласии данной темы. Грех этот, конечно, великий. Это очень великий грех и является преступным деянием, за которое вы наследуете озеро Огненное, в котором демоны и всякие черти, бесы будут мучить вас вечно. В Евангелии от Матфея 5 главы мы находим рекомендацию по освобождению от соблазнения рукою. Там говорится следующее. «Если правая твоя рука соблазняет тебя, то отруби ее и брось от себя. Лучше тебе войти в Царство Небесное с одной рукой, чем все твое тело будет брошено в Гиену Огненное». Также я хочу сделать акцент на очень важном нюансе. Там написано «Если правая твоя рука соблазняет тебя, то отбрось ее». Из этого мы делаем следующий вывод. Если Священное Писание не говорит нам про левую руку, то я рекомендую всем страдающим рукоблудиям с правой руки перейти на левую, потому что Священное Писание нигде не говорит, что если левая рука тебя соблазняет, то отсеки ее. Там говорится только про правую руку. Также там говорится про один глаз. Если он тебя соблазняет, то тоже вырви его. Поэтому я рекомендую смотреть на женщин одним глазом, про которые Священное Писание умалчивает. Таким образом, вы не нарушите заповедь и сохраните себя в жизнь вечную. Ну и, конечно, я рекомендую исповедоваться священникам после каждого рукоблудия незамедлительно, потому что вы не знаете, когда ваша жизнь закончится, и вдруг сразу после рукоблудства вам осталось жить недолго. Поэтому нужно как можно быстрее, а лучше всего сразу, как только совершили рукоблудство, связаться с вашим духовным наставником и исповедать ему свой грех. Вот. Всего доброго.